Добрый день, меня зовут Венер Фаридович. Сегодня мы рассмотрим одно из заданий линии 25, ЕГЭ по биологии 2021 года. Смотрим. Значит, кровообращение связано с другими системами. Ну ладно. Одинаково по размерам представители члестоногих. Ракообразные насекомые. Значит, ракообразных лучше кровеносные, чем насекомые, видимо. Так. И особенность в строении функционирования каких систем органов это связано. Значит, у ракообразных кровеносных системы разница лучше, у насекомых хуже. Ну, самая очевидная мысль, да, мы вспоминаем, что у насекомых трахея, система разветвленных трубочек, которая пронизывает все тело и подносит и уносит, соответственно, газы буквально в каждой группе клеток. Следовательно, кровообращение системы у них разница слабее, в частности, транспорт газа не выполняет, да. Только там питание, гуморальное и прочие какие-то функции есть, но не это. Ну, то есть, тут логично. Получается, пишем, значит, со строением, значит, дыхательной системы и поясняем, у ракообразных кровь, значит, от жабр, да, получается, раз органы дыхания жабры транспортируют газы по всему телу. И, значит, углекисопасно наоборот. А здесь она не выполняет, следовательно, как бы газы, вот они через систему трахеи проходят, кровообращение системы не нужна. Это ладно, но здесь в чем подвох? Многие на этом остановились. Читаем внимательно, каких систем органов, каких систем, то есть, больше, чем одна, да, систем несколько, ну, две минимум, да, получается. То есть, просто продыхательным, кстати, недостаточно, надо что-нибудь придумать еще. Хорошо, ну, и рассуждаем, что еще можешь придумать, там, опорно-двигательное, ну, там, хитин, как бы, крылья, как бы, в принципе, есть, конечно, искомых ураков нет, но здесь трудно связать, да, с кровообращением. Рассуждаем, что там, нервная система, почка брюшная, мозг, ну, как бы, сходная, пищеварение, ну, ротовые аппараты, как бы, тоже сопоставимая половая система, вот. Вот, ну, здесь сложно догадаться, но можно, допустим, выделить ее с тем, вспоминаем, значит, зеленая железь, так называемая, у рака, да, вот в школьной программе, там, в верхней, передней части головы груди, возле глаз. И мальпегиевые сосуды у насекомых, такая система трубочки, которая между средней и задней кишкой впадает в кишку, да, и продукты выделения удаляют. И можно порассуждать, откуда берут, то есть, это мальпегиевые сосуды, они, ну, получается, как бы, из смешанной полости, либо там, из полости тела, что-то такое, да, берут, то есть, без участия крови, и передают, да, в кишечник. А зеленые железы, ну, видимо, кровь к ним приносят, как-то их, так, омывают, да, то есть, участвуют. То есть, можно в этом направлении рассуждать и говорить, значит, связано со строением, ну, как бы, вторая идея. В отделительной системе мы и поясняем, у ракообразных кровь к зеленым железам подносит продукт обмена, а у насекомых мальпегиевые сосуды самостоятельно, да, из полости тела уберут и удаляют полость кишки. Ну, вот, такие элементы были. То есть, сначала прописываем, какая система, поясняем у ракообразных, что доставляют, да, у насекомых что, трахеи. Потом в отделительной системе прописываем, ну, и что делают, значит, на зеленом железам, видите, сосудам, а у насекомых мальпегиевые сосуды, они непосредственно, да, из полости забирают. Ну, такой, сложный, достаточно вопрос, сложный. Единственное, что нам может помочь, то, что вот несколько систем, да, то есть мы не останавливаемся на кровеносной, ну, и додумаем просто методом перебора, наверное. Можно, как бы, что-то дополнительно написать, то есть за лишнюю информацию баллы не снимут, если она, ну, не ошибочно явно, что ли, да. Ну, и шанс, как бы, угадать фотолон, да, в критерии ответа. Благодарю за внимание.